Привет всем, дорогие подписчики! Мы сегодня читаем сказку «Снежная королева». И мы начинаем читать. Давным-давно жили по суседству двое детей. Мальчик Каи и девочка Герда. Однажды зимой они сидели у окна и смотрели, как на улице кружатся снежинки. Ин-те-интернет-интересно задумали-задумчиво-про-пиалу-про-тянул-кай. А у них есть королев, королева. Конечно, кивнула бабушка. Ночью она летает по улице в снежной колеснице. И заглядывает в окна. И туда на стерок клаха появляются ледяные узоры. На другое день, когда дети снова играли у окна, какая-то вдруг вскрикнула. Ай, что-то кольнуло меня в глаза, а потом в сердце бедный мальчик. Я еще не знала, что это осколок ледяного зеркала. Зеркало снежной королевы, который должен был превратить его сердце в лед. Однажды дети отправились играть на площадь в разгар. Веселья вдруг появились большие белые сани. Никто и глазом не успел моргнуть, как кая привязала к ним свои саночки. Сидевшая в санях снежная королева, а это была она усмехнулась и унеслась. Мы вместе с Кайем в свой ледяной дворец. Околбованной кай забыл и герду, и бабушку, ведь его сердце превратилось в лед. Мой деда не забыла, какая она отправилась на его поиски. Втела в лодку и поплыла, куда глаза глядят. Вскоре лодка причалила к удивительному саду. На встречу герде вышла полдунья. Какая очаровательная девочка. «Вы не видели, Кая?» Спросила герда. «Нет, не видела. Зачем тебе, Кай? Оставайся. Мы с тобой славно заживем. Колдунья показала герде большему. Волшебный сад с удивительными цветами, которые умели рассказывать сказки. Там всегда светило солнце и было очень красиво. Но герда отправилась дальше искать Кая. По дороге она встретила старого ворона. «Я видел, Кая, важно, сказал Волон». Но он теперь живет у принцессы и герда. Она отправилась во дворец. Но оказалось, что это был не Кай. Она рассказала принцессе и принцу свою историю. Ах, безняжка, расплакалась. Принцесса, мы тебе поможем. Герду накормили, дали теплую одежду и золотую карету, чтобы она быстрее нашла своего Кая. Но тут случилась беда. На болгатую карету в лесу напали разбойники. Ночью герда не сломкнула глаза. Два голубя рассказали ей, что видели, что видели сани снежной королевы. И в них сидела Кай. Наверное, она узвезла его в Лапландию. Ку-р-лы-ка-ли-голуби. Больше отоманьши. Маленькая разбойница. Хотела, чтобы Герда осталась с ней. Уна, но когда узнала ее печальную историю, так ра-с-т-р-о-г-а-с-т-р-о-г-а-с-и, что ра-р-е-щ-и. Решила. Не трогайся. Отпустите Герду и приказала с своему любимому северному оленю довести девочку до Лапландии. День и ночь бежал олень. Он уже совсем Увы-бился из силы, Куда среди снежного снегов показался Луся. Луся. На конец ледяное дворец Снежной королевы. Герда осторожно зашла внутрь на ледяном троне ВОССЕДАЛА ВОССЕДАЛА КАЕЦ Снежная королева ВОССЕДАЛА КАЕЦ ВОССЕДАЛА КАЕЦ ВОССЕДАЛА КАЕЦ А у нее много леды. Лединками. Лединками играла КАЕЦ. Он не узнал Герду, И в сердце его НИЧЕГО НЕ ДРОГНУЛО. ВЕДИ ОНО БЫЛО ЛЕДЯНО. 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 ТОГДА ГЕРДА УГНЕЛА ЕГО И ЗАПЛАТАЛА. ЕЕ СЛЕЗЫ БЫЛИ ТАКИМИ ГУРЯЧИМИ, ЧТО РАСТУПИЛИ ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ КАЯ. ДЕДЯ ГЕРДА ВОСКЛИКНУЛО. 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 СЛОВНО. СЛОВНО. ПРОСНУВШИСЯ. ДЕДА КАЕ, МОЙ МИЛЫЙ, Милый, кай, ахнула ерда, ты узнала, ты узнал, узнамей, узнал меня. Кунец колдовство теперь им было не страшно. Снежная королева и Кай и Герда вернулись домой и зажили, как и раннейше весело и дружно. Вот и сказочный конец, а кто слушал, молодец. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчики. Всем до новых сказок! Субтитры сделал DimaTorzok